Сегодня Святая Церковь предложила нашему вниманию удивительную притчу Господа нашего Иисуса Христа, которую вы можете прочитать в Евангелии от Луки в 16 главе. О чем она? Она о богаче и Лазаре. Настолько многогранна эта притча, что ей мы уделим некоторое внимание. Жил человек, который был богат, начинает это повествование Христос. И он пиршествовал роскошно на каждый день. Евангелие даже передает нам такое слово «блистательно». Все у него было хорошо. То, к чему стремятся все люди – жить хорошо, полный стол, много гостей, друзей, родных, близких. Как же не стремиться к такой сладкой жизни, когда и дом полная чаша, и гостей полон дом, и на столе все есть, и каждый день, и пир, и радость, и музыка, и веселье, и развлечения. Вот к чему стремится весь наш мир. Но дальше очень удивительную рассказывает Христос историю. Рядом с этим домом лежал бедный Лазарь, нищий, полураздетый, оборванный, голодный, мечтающий, что, может быть, хоть крошки со стола богача вынесут, выбросят мне. Но и этого он не получал, и лишь псы подходили и лизали его струпья, то есть его раны. Конечно, он лежал, можно сказать, таким больным, несчастным человеком дома этого богача. И когда умер Лазарь, Евангелие говорит нам, ангелы вознесли его на лона Авраама. Умер и богач. Как только похоронили богача, он оказался в аду. Кажется, как так у иудеев на Древнем Востоке считалось, что если человек богат, то значит, к нему благоволит Бог. А если он беден, если он скромно живет, то это несчастный человек, бог забыл его. Такое было определение у людей Древнего Востока. И вот, казалось бы, умер этот благополучный бизнесмен, успешный, как сказали бы сейчас, человек, и, оказывается, оказался в аду. И увидел глазами своими на лона Авраама этого несчастного, лежащего под забором его дома Лазаря. И закричал Аврааму, Авраам, скажи этому Лазарю, чтобы он намочил край перста своего в воде и омочил язык мой, ибо я стражду в пламени сем. Вы слышите, где оказался богач? Оказывается, есть место, где огонь, пламень, жажда, что даже некому язык промочить. Хоть пусть край перста своего омочит в воде, потому что терпеть эту муку невозможно дальше. Ему Авраам говорит, нет, ты уже в жизни своей получил все доброе, а Лазарь злое, и теперь он здесь утешается, а ты страждешь. И отсюда к нам не переходят, и к вам отсюда перейти нельзя. И тогда снова обращается с просьбой из ада в муках находящихся богач. Авраам, так скажи ему, пусть он будет послан к моим братьям. Там на земле осталось пять братьев с теми, с кем мы жили, с кем мы пировали, с кем мы веселились. Казалось бы, это неплохой человек. То есть сам богач, он не был каким-то великим грешником. Он заработал свое состояние, он наслаждался жизнью, у него много родных, близких. Но только жили-то, не задумываясь о том, что придется отвечать за гробом, что за гробом, оказывается, есть реальная жизнь. Пусть он пойдет и скажет братьям моим, их у меня пятеро, что все реально, что за гробом есть и муки ада, и лона Авраама, преддверие рая. И тогда Авраам ему говорит снова, нет, у них есть Моисей и пророки. Пусть их слушают. И снова богач обращается к Аврааму с третьей просьбой. Аврааме, отче, он называет его отцом, а он действительно отец всех людей, всех народов. Отче, Аврааме, так ведь не слушают. Но если кто из мертвых воскреснет, явится живым, тогда поверят. И снова Авраам отказывает на его просьбу и говорит, нет. Если Моисея и пророков не слушают, то есть не читают, не изучают Слово Божие и не исполняют его, то даже если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Как многогранная эта притча. Она о земном. Она об отношении человека к человеку. Что если тебе Бог дал больше, чем другому, никогда не считай своим и никогда не надо пользоваться только для себя. Господь не осудил богатого, что ты был богат. Потому что богат был и Авраам, но он уделял на нужды людей. Он из своего приобретенного заботился не только о себе, а о других. Богат был и Давид, богат был и Лот. Но однако же это богатство может послужить кому-то возможность благотворить, помогать, а кому-то пиршествовать блистательно на каждый день. То есть жить весело. Жить, как сейчас говорят, в свое удовольствие. То, к чему призывает весь телеэкран. Живи, наслаждайся. Бери от жизни все. Она такая короткая. Надо так много успеть. А успеть чего? Успеть приготовиться к вечности. Ибо тот, кто тут имел все, там уже будет иметь совсем другое. Ты все доброе имел в жизни. А Лазарь только злой. А вот там все наоборот. Там все асимметрично. Вот почему, вспоминая слова Федора Михайловича Достоевского, который говорил, без веры в бессмертие своей души, жизнь человека немыслима, неестественна и невыносима. Если человек действительно живет только для земного удовольствия, купить, одеться. Причем он одевался в парфир и в весон. Смотрите, чему уделял внимание. Конечно, он ходил на какие-то торги, на какие-то торжища. Приобретал ткань, заказывал шить. Он одевался, пиршествовал, наполнял свой дом продуктами. И казалось бы, ну вот это же и есть цель жизни. А она казалась обманчивой. И самое важное, что это Евангелие открывает нам реальность загробного мира. Что за гробом не пустота, за гробом жизнь. И без веры в свое бессмертие, и жизнь на земле неестественна, немыслима и невыносима, по слову Достоевского. Вот потому, еще очень важный урок, дорогие, что там, оказывается, можно видеть, можно разговаривать, можно кричать, как закричал богач Аврааму. Пусть тот омочит перц свой и прохладит язык мой. Там мы увидим своих родных, там мы увидим своих сродников. Но где мы окажемся, зависит именно от того, как мы с вами поживем здесь. И, наконец, дорогие братья и сестры, мы должны понять, что никакое чудо сверхъестественное человека к вере не приведет. Вот давайте представим. Человек, который сомневается в вере и думает, вот бы кто из мертвых воскрес, я бы поверил, что точно воскрес. И кто-то, допустим, из наших умерших сродников, вот сейчас заходит в храм, подошел, иконочку поцеловал, и мы его узнали. Это он. Мы же его хоронили. Мы же стояли над его гробом. Как? Он поцеловал икону, повернулся и сказал, вот все, что сейчас сказано, правда, слушайте, я пришел к вам из загробного мира. Знайте, за гробом жизнь есть. И вышел бы вот сейчас из храма. Мы что сделали бы, в первую очередь? Господи, вот что-то я, наверное, не выспался сегодня, наверное, показалось, не может и быть. Ну, что-то у меня уже, наверное, то что-то произошло. И не поверили бы опять. Вот потому и Евангелие говорит, даже если кто из мертвых воскреснет, если люди не читают Моисея и пророков, а смотрите, надо читать не только Новый Завет, и Ветхий Завет надо читать. И их не слушают. Что значит не слушают? Во-первых, знают и не выполняют. А те, которые не читают, они и не выполняют, и не слушают. В смысле слушания, как послушание. Отец сказал сыну, пойди сделай то, он пошел и сделал. Вдруг сын не послушал Слово Отца. Он провинился перед Отцом. Так и здесь. Господь нам оставил Слово Свое, но мы его не слышим и читать не хотим. У нас времени нет. Мы же опять хотим жить блистательно. Нам надо во что-то одеваться, что-то пить, что-то добывать. И времени не хватает на самое главное. А там будет все наоборот, дорогие братья и сестры. Вот почему читайте Слово Божие. Читайте Библию. И Ветхий, и Новый Завет. Задавайте вопросы. Научайтесь и старайтесь свою жизнь выстраивать по прочитанному. Тогда и умирать будет не страшно. И, наконец, для того, чтобы обрести истинную веру, каждый из нас должен не только читать, не только слушать, но и исполнять и очищать свое сердце. Потому что в очищенном сердце пребывает Бог. «Блаженный чистый сердцем, якоти и Бога узрят», сказал нам Христос. Вот пусть каждый из нас, послушав эту удивительную притчу Христа, хотя бы сегодня задумается. Задумается о своих отношениях с людьми, о тех, кто стоит рядом с ним. Такой неприметный, такой жалкий, такой ничтожный человек, мимо которого мы иногда проходим, даже отворачиваемся. Он даже как-то вызывает в нас такое чувство отторжения, и недовольство, и мы даже не хотим на него смотреть. А ведь мы его увидим. И задумываются, наконец, о тех, кто уже перешел в тот мир, все те, которые уже ушли в мир вечности, они живы. Как жить будем и мы. Вот поэтому задача каждого из нас приготовиться к этой вечной жизни, о которой мы с вами поем в храме и утверждаем символе веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.